Сбил насмерть человека и заболел. Депутату Сокальского горсовета Виталию Петрушке объявили о подозрении. Позавчера под колесами его автомобиля погибла велосипедистка. Полиция установила, что мужчина был пьян. Но отправился он сначала не в камеру, а в больницу. Хотя в результате аварии не пострадал. К вечеру его все же доставили в суд и избрали меру пресечения. Какую? Об этом в материале наших корреспондентов. 72-летняя Ольга Александровна всегда ездила на велосипеде. Хорошо знала правила дорожного движения и соблюдала их, уверяет дочь. Не нарушала и вчера, когда ее насмерть сбил ФИАТ. Водитель выскочил навстречу и буквально влетел в женщину. Но тормозить не стал. На скорости столкнулся еще и с автобусом. Не исключено, считают в полиции, хотел скрыться с места преступления. Но он продолжит свою руху через какие-то звади. Мы будем уже восстановлять в процессе досудового расследования. Несмотря на то, что видимых травм на теле водителя не было, он сразу же вызвал скорую. Врачи отказались его госпитализировать. Тогда мужчина упал и снова стал набирать 103. Он стоял так за машиной. Я поняла, что он упал. А от чего? Я не могу сказать, от чего он упал. Перезвонили еще раз его. Ну, швидка вернулась. Его забрали. За рулем ФИАТа был депутат Сокальского горсовета Василий Петрушко. Возможно, плохо ему стало из-за того, что он был пьян. Данный гражданин, согласно с способом Драгер, был в состоянии алкогольного спьянения. Анализ показал, что вместо этанола его крови становят 1,6%. Договориться с водителем маршрутки попытались друзья депутата, которые приехали на место происшествия. По словам свидетелей, они тоже были нетрезвыми. Сейчас Василий Петрушко в больнице. Ему объявили о подозрении. Возле палаты выставили охрану. С журналистами депутат общался неохотно и заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Не стал депутат распространяться ни о своем самочувствии, ни о том, с каким диагнозом его положили в больницу. И пригрозил журналистам ответственностью, если от него не отстанут. Полиция начала уголовное производство. Ближе к вечеру Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Василию Петрушки. Два месяца под стражи без права внесения залога.